Наш, кстати говоря, Владимир Владимирович, как такой всесоюзный чабан, он запел свою унылую песню чабана, конечно, исполнил ее и про митинги тоже. Вы ее, вероятно, Лизонька, слышали. Слышали, нет? Ну, а куда от нее денешься? Совершенно верно. Это была заунылная песня про терроризм, про недопустим, невозможно в рамках закона. Все привычки, все абсолютно, все очень привычно, без фантазий. Он не перешел на горловое пение, но он удержался в интонациях профессионального акына. Мы знаем, что у акына есть домра, у любого акына есть домра. На домре две струны. У Владимира Владимировича тоже одна струна посадить, вторая струна запретить. И вот из этих вот получается очень однообразная мелодия. Запретить, посадить, посадить, запретить. Все привыкли. Мелодия страшная, но заунылная. Но вот эти все его жизнеутверждающие пассажи как раз очень хорошо сочетаются с этой музыкой. Причем уже выросло целое поколение. Под это посадить, запретить. И надо сказать, блин, Лиза, они не боятся. Их так давно запугивают, что они уже не боятся. И смысл всех его речей тоже ведь сводится. И последнее время, если не вдуматься, и не последнее тоже, посадить и запретить. И ничего иного во всем этом, в общем, не содержится. А вот его любимая фраза там про соответствие с законом, это означает так, как мне нравится. Я есть закон. Конечно, в России закон это просто материализация предпочтения власти, вот конкретного предпочтения. А если мне не нравится, то значит это не в соответствии с законом. И надо опять-таки посадить, запретить. То есть идут в ход две эти струны. Вот вспоминаю я Лиза его, вспоминаю я его, он совершенно не того хотел. Он был совершенно иным много лет назад, и он оказался слаб. Его сломала, конечно, нафиг Россия. И, вероятно, такая же жуткая участь ждет любого, кто получит в этой стране абсолютную власть. Потому что мы видим, что погромы, аресты, дела сейчас ломают и громят офисы Навального. Сейчас вскрывают квартиры и супруги Навального, и всех остальных ФБКшников. И все бессмысленно это, все ошибочно. Они повторяют один в один примитивно и тупо все ошибки, которые были проделаны советской властью в 91 году. Вообще все зеркалится. Тогда был Соколаускас, сейчас есть Шамсуддинов. С абсолютно такими же ситуациями. Очень много, безумно много схожего, и вот эта симптоматика поперла. И вот эти все бессмысленные зверства, которые они устраивают, они, в общем, все ни к чему, потому что мятеж, он уже проник в кровь страны, и он уже циркулирует. И теперь только вопрос времени, когда возникнет первая потеря координации движений, и с этим уже ничего не поделать. Я ведь глубоко имел возможность вникнуть в то, что происходило тогда перед моими глазами в 91 году. Но вот безумие сажательства и судительства продолжается. Я уж не говорю про все остальные симптомы, но вот, например, суд над мультиками. Он состоялся. Засудили нафиг мультики. Засудили тетрадь смерти и еще пару мультиков. Ну, во-первых, потому что герои аниме, они гибнут не за советскую родину. С огромным изумлением узнал суд. Какие-то инуяшики, эльфийская песня. Вот это должно было бы называться «А орки здесь тихие». В бой идут одни аниме. Вот в таком смысле, конечно бы, это не рассматривалось как преступление. Но вот мне интересно одно. Мне интересна технология процесса, потому что ведь обвинение обязательно включает допрос. Вот мне интересно, как именно допрашивались мультики и как мультики отвечали. Мог ли мультик написать явку с повинной? Как пытать мультик? Я примерно себе представляю. Это нужно вставлять, выдергивать вилку из розетки, вставлять, выдергивать, вставить, пока он там не начнет зависать и судорожно дергаться. Тогда мультику становится плохо. Можно было заключить с одним из мультиков, в конце концов, досудебное соглашение. И тогда мультик, например, эльфийская песня, дал бы показания под пыткой. Вот под этой пыткой, да, он бы дал... Виноват, виноват, виноват. Да, 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 он бы дал показания на мультик и Януашики, да. Тем не менее, еще один поступок, который, ну, может быть, он не самый крупный, но он и не самый страшный, потому что фиг с ними, с этими аниме. Но они не понимают, что вот эта вот чаша, она переполняется капля за каплей. И что все те поколения, для которых именно это является культурой, вот можно от этого падать в обморок. Но это для них, именно это, это их выбор и их предпочтение. И лишить их этого, это значит нажить себе еще пару-тройку миллионов врагов. Причем агрессивно настроенных, они насмотрелись мультиков, и теперь они, как там, урон психики, вот это вот все. Да, да, да. Плюс они при этом послушали о том, кто они такие, потому что они такую смотрят. И, поверь мне, это тоже не прибавляет нежности ни тем, кто принял эти решения, ни к власти, ни к реальности как таковой. То есть еще одно доказательство того, что она даже играть с народом не умеет. Это первейшая обязанность политики и власти. Хотя бы играть. И вот посмотри по поводу того, насколько мятеж в крови. Ты знаешь, да, что в Архангельске, в каком-то глухом селе, пытались арестовать снеговиков, но когда не получил, они просто при погрузке в автозак, они стали разваливаться, и их там на месте остальных снеговиков добили ногами в живот, потому что снеговики на деревенской улице стояли с плакатами в руках «Вова, между нами все кончено», «Ты нам не царь» и так далее. «Приехала полиция», требовали составления протокола и административного ареста для девушки, которая жила напротив. То есть вот через улицу от нее стояли снеговики, но тем не менее допрашивать стали ее. Она объяснила, что снеговики имеют, вероятно, может быть, есть несовершеннолетние снеговики, и вовлечение несовершеннолетних снеговиков – это уже другая статья. Короче говоря, снеговиков порушили, а вот эти все таблички забрали на экспертизу. Это говорит об уровне маразма. Ну, в общем, отчасти о том же самом уровне говорит интересная инициатива, на первый взгляд интересная, Владимира Владимировича Путина, который сообщил, что отныне, en secula seculorum, отныне и вовеки, для высших сановников нет срока давности и нет срока годности. Поскольку он сам себя, в общем, назначил, становится понятно, кто имеется в виду, и для чиновников нет высшего предела возраста. Это пример тоже такого типичного абсолютизма и неограниченной власти. Вот он хочет, может, мумии внести в правительство, хочет поселить туда енотиков. Это было бы весело, конечно, с енотиками, но я думаю, что... Возможно, от них было бы больше пользы. Это точно, но вот сейчас я думаю, что им надо приступить к переговорам. Вот недавно в Саккаре, это одно из популярных было в Древнем Египте мест захоронений, там сейчас наковыряли, по-моему, 200 или 300 очередных мумий, которые тоже могли бы быть каким-то образом введены и в российское правительство, и могли бы укрепить с собой вертикаль власти. Они достаточно для этого пустоголовые, иссушены в головах, кроме фараона и богов, нет ничего. Они, вероятно, прозвали бы Владимира Владимировича пенсиофаг первой. Пенсию — это выплата, а фаг — пожиратель. Пожиратель пенсии первой. А может быть, просто ласково звали бы его фараон Пути IV из 32-й династии, потому что была всего 31-я династия египетская, это 32-я была бы. Вообще, кстати говоря, он... Почему IV? Потому что он может считаться совершенно новым фараоном. Абсолютно. Вот это где-нибудь в растленной Европе... Вот предыдущие обнулены же, абсолютно. Это в растленной Европе мог быть Людовик XIII, Людовик XIV, Людовик XV, Людовик XVI. Совершенно разные люди. А вот в России это был бы один и тот же человек. И XIII, и XIV, и XV, и XVI. Вообще, вот это вот пристрастие к мумиям, это настораживает. И вот это вот воинствующая геронтофилия, которую мы наблюдаем. Был, кстати говоря, такой пример в Смитсоновском музее. Позже, правда, стали говорить, что это фейк, а сторонники этой истории доказали, что это не фейк. Там был действительно ночной смотритель, ночной музейщик, который устраивал вечеринки с мумиями. Он их рассаживал. И позже полиции он объяснял, что они были единственные, кто его понимали хоть немножко. И, правда, после вечеринок обычно этот любитель мумий парочку мумий, в общем, насиловал. На этом его и поймали. Тот на какой-то мумии перетрудился и на ней в саркофаге без штанов и уснул. И обнаружила его уже первая экскурсия. Экскурсовод, конечно, спиной к экспонату. И что-то там трещит про своих мухетерисов. А публика видит храпящую огромную голую задницу в этом саркофаге. Скандал был гигантский. И вот для того, чтобы потом залатать репутацию музея, были созданы все эти фильмы. Там «Ночь в музее 1», «Ночь в музее 2». Это ведь Смитсоновский музей. В общем, скандал так или иначе замазали. Это был ночной охранник Джеймс Монро. А последнему его половому партнеру было 2500 лет. То есть, на самом деле, эти пристрастия к мумиям совсем не так безобидны.